За последние несколько лет построено и введено в строй 46 спортообъектов, еще 26 откроются в ближайшее время. Все это часть масштабной федеральной программы спорт-норма жизни, входящей в нацпроект «Демография». Гордость Брянщины – дворец единоборств. Он примет первых посетителей этой осенью. В Дядьково уже сдан в эксплуатацию фокс-бассейном «Олимп». Сотни юных горожан оценили новые возможности для занятий спортом. Сработал современный многофункциональный фокс-бассейном и в Жуковке. Еще два аналогичных спорткомплекса, а также пять ледовых дворцов, несколько стадионов и площадок ГТО на подходе. Среди них и стадион «Сокол» в Сельцо. Сроки сдачи объекта сдвинулись по объективным причинам. В сентябре в регионе выпало рекордное количество осадков, в два с половиной раза превысившее норму. В таких условиях возводить новые основания для трибун невозможно и нерационально. Возникали и другие непредвиденные, но решаемые проблемы. При демонтаже покрытия трибун, на котором установлены были сидения, было выявлено, что плиты, они не соответствуют тому, чтобы их использовать в дальнейшем. Поэтому было принято решение совместно с управлением капитального строительства, на это была специальная комиссия, что эти плиты перекрытия, которые будут служить основанием для установки новых пластиковых сидений, принято было заменить. Стадион будет готов в октябре, и уже тогда можно будет заниматься спортом. Выгонящих непогода также скорректировала сроки сдачи одного объекта. Подрядчику пришлось отложить работы по обустройству футбольного поля. Непрекращающиеся дожди стали врагом не только для строящихся объектов, но и уже введенных в эксплуатацию. В Стародубе новый стадион оказался залит в непогоду. Однако система водоотведения была смонтирована по всем нормативам. И сегодня на стадионе снова можно заниматься. Любители здорового образа жизни уже активно пользуются такой возможностью. Андрей Мамошин, Ольга Макушникова. Специально для программы «События».